Шалом! С вами передача «Семь минут с Израилем». Я – Израиль Почтарь, пастор из Эждода. Сегодняшнюю передачу я также хочу начать с места исписания, которое стало в последнее время, последние пару лет одним из моих любимых мест исписаний. Вы, наверное, удивитесь, но давайте посмотрим Эзекииля 36 главу и обратим внимание особенно на 22 стих. Вообще, Эзекииля 36 глава – очень интересная глава. Глава, где Бог дает потрясающее обетование Израилю, где Бог говорит о том, что я посещу тебя, я восстановлю тебя, я явлю свою славу на земле Израиля, деревья вырастут, поля и луга зацветут, пустыня превратится в зеленеющий сад. И также Бог говорит, что Он будет заниматься с народами, которые живут вокруг Израиля. В общем, обетование просто потрясающее. Но после того, когда Бог открывает Израилю план своей работы в последние времена и то, что Он будет делать с Израилем, затем Бог обращается к самому Израилю. И вот это ключевые слова на сегодня. Это то, что стало огромным ободрением для меня, как пастора, живущего в Израиле, как еврея, израильтянина. И давайте посмотрим 22 стих. Итак, здесь написано. «И пришли к народам, куда пошли, и обесславили святое имя Мое, потому что они говорят, они народ Господа, вышли из земли Его. И пожалел я святое имя Мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Поэтому скажу дому Израилеву, так говорит Господь Бог, для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пошли». «И освящу великое имя Мое, обесславимое у народов, среди которых вы обесславили Его, и узнают народу, что я Господь, говорит Господь Бог, когда я явлю на вас, святое с Моей, перед глазами их». Потрясающие стихи, правда? Господь говорит здесь, что да, я сделаю вот эти вот великие глобальные изменения. И как мы говорили раньше, для того, чтобы Израиль смог прийти на эту землю, для того, чтобы народ Израиля смог вернуться, Богу пришлось много поработать. Поднялись одни империи и пали другие империи. Но открылось место и историческая возможность для Израиля вернуться на его землю. Бог также дал много обещаний о полях, о садах, о климате, о пустыне, о людях, о городах. Очень много разных потрясающих обещаний. Также часть этих обещаний, конечно же, это защита Божья и то, как Бог будет разбираться с народами, живущими вокруг Израиля. Но то, что важно для меня, живущего в Израиле, Бог после всего этого, после этих великих обещаний, обращается к самому Израилю. И Он говорит так, да, я сделаю эти вещи, да, я благословлю вас, я защищу вас, я сделаю очень много особенного в вашей жизни, но я хочу, чтобы вы помнили, что все, что я буду делать, я это делаю не для вас. На самом деле это радикальное заявление, Господь говорит, что я все это сделаю не для вас. Другими словами, Израиль нарушил заветы, Израиль нарушил обетование, Израиль не сохранил закон, Израиль отпал от Бога и отпадал на протяжении многих поколений. И другими словами, мы можем также сказать, что просто Израиль этого не заслуживает, он недостоин. Но Бог говорит, теперь включается совсем другой закон, совсем другие правила. Он говорит, что я начинаю работать из-за своей верности, из-за того, что я верен своему имени, я верен своему обещанию. Поэтому, дорогие, я хочу сделать простое заключение этого стиха. То, что Бог делает сегодня с Израилем, Он это делает на самом деле не для Израиля, Он это делает для своей славы, Он это делает для святого, своего имени. Поэтому, когда мы думаем о своих жизнях, когда каждый из нас, мы смотрим на свои жизни, я думаю, что каждый из нас видит многое явления Божьей благодати. Часто мы чувствуем, что мы недостойны, мы не заслужили. Все мы люди, все мы ошибаемся, все мы падаем, все мы делаем неправильные вещи в нашей жизни. Но у нас есть пример, прекрасный, потрясающий пример, который просто очень сильно вдохновляет меня в моей жизни. Бог говорит, я сделаю эти вещи, я все равно благословлю, я все равно совершу это, и я это сделаю не для вас, но для меня. И вы знаете, этот же принцип работает для каждого верующего. Когда Бог говорил с Авраамом еще в самом начале, Он сказал ему, что да, я благословлю тебя, да, я сделаю из тебя большой и великий народ, да, все это придет в твою жизнь, но главное, и будешь ты в благословении для других, и будешь ты в благословении. Поэтому Господь, обращаясь к нам, напоминает нам так же, снова и снова. Я являю благодать своей жизни, я явил тебе свою любовь. И я это делаю с тобой, дорогой сын и дорогая дочь, точно так же, как я это делаю с Израилем. Не для тебя, а для своего имени, для своего святого имени. И, конечно же, мы понимаем, что все, что делает Господь, Он делает в наших жизнях для того, чтобы Его имя прославлялось, и чтобы мы могли служить другим. Поэтому Израиль является, на самом деле, хорошим напоминанием и уникальным свидетелем того, что Бог полон благодати, и если даже ты упал, если даже ты ошибся, Его благодать продолжает работать и продолжает действовать. И Он будет совершать свои дела, и Он будет это делать, даже тогда, когда мы этого не заслуживаем. Поэтому в завершение хочу сказать вам, когда у вас тяжелое время, когда вы упали, или вы чувствуете, что все пошло не так, посмотрите на Израиль и ободритесь. Бог снова восстановит вас, Он снова благословит вас, Он снова поможет вам, и Он это сделает. Не из-за того, что вы заслужили, но ради своего святого имени. Я живу в Израиле, и смотря на израильтян вокруг себя, я вижу очень сильно, как этот принцип работает. На самом деле, Бог избрал Израиль — это загадка, это mystery, как говорится на многих других языках. На самом деле, это то, что не всегда легко понять, но Бог четко говорит, что все, что Он делает с Израилем сегодня, Он это делает ради Своей славы. И точно так же в вашей жизни, когда у вас трудности, когда у вас проблемы, когда вам тяжело, вспомните Израиль, вспомните Иезекииле 36 главу, 22 стих, который снова и снова говорит, что я подниму и благословлю тебя, я помогу тебе, и ты пройдешь. И ты можешь сказать в ответ, но я же не достоин, я же упал, я же поступил неправильно, сделал то или другое. Бог говорит, это не для тебя, это ради моего святого имени. Поэтому приезжайте в Израиль и будьте свидетелями того, как Бог действует в Израиле, несмотря на то, что Он заслуживает, а просто являя Свою любовь и Свою благодать. С вами был пастор Израиль из города Аждот и передача «Семь минут с Израилем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова